Часть восьмая. День Ганина еще более опустел в житейском смысле после его разрыва с Людмилой. Но зато теперь не было тоски бездействия. Воспоминание так занимало его, что он не чувствовал времени. Тень его жила в пансионе госпожи Дорн. Сам же он был в России, переживал воспоминание свое как действительность. Временем для него был ход его воспоминания, которое развертывалось постепенно. И хотя роман его с Машенькой продолжался в те далекие годы не три дня, не неделю, а гораздо больше, он не чувствовал несоответствия между действительным временем и тем другим временем, в котором он жил, так как память его не учитывала каждого мгновения, а перескакивала через пустые непамятные места, озаряя только то, что было связано с Машенькой. И потому выходило так, что не было несоответствия между ходом прошлой жизни и ходом настоящей. Казалось, что это прошлое, доведенное до совершенства жизнь, проходит ровным узором через берлинские будни. Что бы Ганин ни делал в эти дни, та жизнь согревала его неотступно. Это было не просто воспоминание, а жизнь гораздо действительнее, гораздо интенсивнее, как пишут в газетах, чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной нежной осторожностью. Конец июля на севере России Уже пахнет слегка осенью. Мелкий желтый лист Нет-нет, да и слетит с березы. В просторах скошенных полей Уже пустое светло по-осеннему. Вдоль опушки, Где еще лоснится на ветру Островок высокой травы, Избежавшей косарей, На бледно-лиловых подушечках скобиоз Спят отяжелевшие шмели. И как-то вечером в парковой беседке... Да, эта беседка стояла на подгнивших сваях Над оврагом, И с обеих сторон к ней Вели два покатых мостика, Скользких от ольховых сережек До еловых игл. В небольших ромбах белых оконниц Были разноцветные стекла, Глядишь, бывало, сквозь синее, И мир кажется застывшим В лунном обмороке, Сквозь желтое, И все весело чрезвычайно, Сквозь красное, И небо розово, А листва, как бургундское вино. И некоторые стекла были разбиты, А торчавшие уголки Соединены паутиной. Беседка была снутри беленая. На стенах, На откидном столике Дачники, забиравшиеся незаконно в парк, Оставляли карандашные надписи. Так забралась и Машенька С двумя неприметными подругами. Он сперва обогнал ее На тропинке парка, Бегущей вдоль реки, И проехал так близко, Что подруги ее С визгом шарахнулись. Он обогнул парк, Перерезал его, И потом вдали Сквозь листву увидел, Как они входят в беседку. Он прислонил велосипед к дереву И вошел за ними. В парке нельзя гулять посторонним, Сказал он тихо и хрипло. На калитке есть даже вывеска. Она ничего не ответила, Играющими раскосыми глазами Смотрела на него. Он спросил, Указывая на одну из бледных надписей, Это вы сделали? А написано было, В этой беседке 20 июня Машенька, Лида и Нина Пережидали грозу. Они все три рассмеялись, И тогда он рассмеялся тоже. Сел за столик, Закачал ногами. Заметил не кстати, Что черный шелковый носок Порвался на щиколотке. И Машенька вдруг сказала, Указав на розовую дырочку, Смотрите, у вас солнышко. Они говорили о грозе, О дачниках, И о том, что он болен был тифом, И о смешном студенте В солдатском лазарете, И о концерте в сарае. У нее были Прелестные бойкие брови, Смугловатое лицо, Подернутое тончайшим Шелковистым пушком, Придающим особенно теплый Оттенок щекам. Ноздри раздувались, Пока она говорила, Посмеиваясь И высасывая сладость Из травяного стебля. Голос был подвижный, Картавый, С неожиданными грудными звуками, И нежно вздрагивала ямочка На открытой шее. Потом к вечеру Он провожал ее И ее подруг до села. И, проходя по зеленой лесной дороге, Заросшей плевелами, Мимо хромой скамьи, Очень серьезно рассказывал. Макароны растут в Италии. Когда они еще маленькие, Их зовут вермишелью. Это значит, Мишины червяки. Он условился с ними, Что завтра повезет их всех на лодке. Но она явилась без подруг. У шаткой пристани Он развернул грохочущую цепь Большой тяжелой красного дерева шлюпки, Откинул брезент, В винтил уключены, Выволок весла из длинного ящика, Вдел стержень руля в стальное кольцо. Поодаль ровно шумели Шлюзы водяной мельницы. Вдоль белых складок Спадающей воды Рожеватым золотом Отливали подплывшие стволы сосен. Машенька села у руля, Он оттолкнулся багром И медленно стал грести Вдоль самого берега парка, Где на воде Черными павлиньями глазами Отражались густые ольхи. И порхало много Темно-синих стрекоз. Потом он повернул На середину реки, Виляя между парчовых островов Тины. И Машенька, Держа в одной руке Оба конца мокрой рулевой веревки, Другую руку опускала в воду, Стараясь сорвать Глинцевито-желтую головку кувшинки. Уключены скрипели При каждом нажиме весел. Он то откидывался, То подавался вперед, И Машенька, сидевшая Против него у руля, То отдалялась, То приближалась В своей синей кофточке, Раскрытой на легкой Дышащей блузке. На реке теперь отражался левый, Красный, как терракота, берег, Сверху поросший елью Дочеремухой. В красной крутизне Вырезаны были имена и даты, А в одном месте кто-то Лет десять тому назад Высек громадное Скуластое лицо. Правый берег был пологий, Вереск лиловел Между пятнистых берез. А потом под мостом Хлынула темная прохлада, Сверху был тяжелый стук Копыт и колес, И когда опять лодка выплала, Солнце ослепило, Сверкнуло на концах весел, Выхватило телегу с сеном, Которая как раз проезжала По низкому мосту, И зеленый скат, И над ним белые колонны Большой заколоченной усадьбы Александровских времен. А потом спустился Спустился к самой реке С обеих сторон темный бор, И лодка с мягким шуршаньем Въехала в камыши. А дома ничего не знали, Жизнь тянулась, Летняя, знакомая, милая, Едва затронутая далекой войной, Шедшая уже целый год. Старый, Зеленовато-серый, Деревянный дом, Соединенный галереей с флигелем, Весело и спокойно глядел Цветными глазами Своих двух стеклянных веранд На опушку парка И на оранжевый крендель Садовых тропинок, Огибавших черноземную Пестроту куртин. В гостиной, Где стояла белая мебель, И на скатерти стола, Расшитой розами, Лежали мармористые Тома старых журналов, Желтый паркет Выливался из наклонного зеркала В овальной раме. И до геротипа на стенах Слушали, Как оживала и звенела Белая пианино. Вечером Высокий синий буфетчик В нитяных перчатках Выносил на веранду лампу Под шелковым абажуром. Тиганин возвращался Домой пить чай, Глотать холодные хлопья Простокваши На этой светлой веранде С камышовым ковром на полу И черными лаврами Вдоль каменных ступеней, Ведущих в сад. Он теперь ежедневно Встречался с Машенькой. По той стороне реки, Где стояла на зеленом холму, Пустая белая усадьба И был другой парк, Пошире и запущеннее, Чем на мызе. Перед этой чужой усадьбой На высокой площадке Над рекой Стояли под липами скамьи И железный круглый стол С дыркой посередке Для стока дождевой воды. Оттуда виден был далеко Внизу мост Через тенистую излучину И шоссе, Поднимавшееся в Воскресенск. Эта площадка Была их любимым местом. И однажды, Когда они встретились там В солнечный вечер После бурного ливня, На садовом столе Оказалась хулиганская надпись. Деревенский озорник Соединил их имена Коротким грубым глаголом, Безграмотно начав его С буквы И. Надпись сделана Была химическим карандашом И слегка расплылась От дождя. Тут же на мокром столе Прилипли сучки, Листики, Меловые червячки Птичьих испражнений. И так как стол Принадлежал им, Был святой, Освещенный их встречами, То спокойно, Молча, Они принялись стирать Пучками травы Сырой лиловый розчерк. И когда весь стол Смешно полиловел, И пальцы у Машеньки Стали такими, Как будто она Только что собирала чернику, Ганин, Отвернувшись И прищуренными глазами Глядя внимательно На что-то желто-зеленое, Текучее, жаркое, Что было в обыкновенное время Липовой листвой, Объявил Машеньке, Что давно любит ее. Они так много целовались В эти первые дни Их любви, Что у Машеньки Распухали губы, И на шее, Такой всегда горячей Под узлом косы, Появлялись нежные потеки. Она была удивительно веселая, Скорее смешливая, Чем насмешливая. Любила песенки, Прибаутки всякие, Словечки да стихи. Песенка у нее Погостит два-три дня И потом забудется, Прилетит новая. Так во время Самых первых свиданий Она все повторяла Картавой проникновенно. Скрутили Ванечке руки и ноги, Долго томили Ваню во строге. И смеялась Воркотливым грудным смехом. Вот здорово-то! Во рвах от упору Зрела последняя Водянисто-сладкая малина. Она необыкновенно любила ее, Да и вообще Постоянно что-нибудь сосала, Стебелек, листик, леденец. Ландриновские леденцы Она носила просто в кармане С липшимися кусками, К которым прилипали шерстинки, Сорт. И духи у нее были Недорогие, сладкие, Назывались тагор. Этот запах, Смешанный со свежестью Осеннего парка, Ганин теперь старался Опять уловить. Но, как известно, Память воскрешает Все, кроме запахов. И зато Ничто Так полно Не воскрешает Прошлого, Как запах, Когда-то Связанный с ним. И Ганин На мгновенье Отстал От своего воспоминания. Подумал О том, Как мог прожить Столько лет Без мысли О Машеньке. И сразу Опять нагнал ее. Она бежала По шуршащей Темной тропинке, Черный бант Мелькал, Как огромная Траурница. И Машенька Вдруг остановилась, Схватилась За его плечо И, подняв ногу, Принялась тереть Запачкавшийся башмак Очелок другой ноги, Повыше, Под складками Синей юбки. Ганин уснул, Лежа одетый На нераскрытой Постели. Воспоминание Его расплылось И перешло В сновиденье. Это сновиденье Было необычайное, Редчайшее. И он бы знал, О чем оно, Если бы на рассвете Его не разбудил Странный, Словно громовой Раскат. Он привстал, Прислушался. Гром Оказался Непонятным Крехтеньем И шорохом За дверью. Кто-то тяжело Скребся в нее. Ручка, Едва блестевшая В тумане Рассветного воздуха, Вдруг опустилась И вскочила опять. Но дверь Осталась закрытой, Хотя и не была Заперта на ключ. Ганин, Двигаясь беззвучно И с удовольствием Предвкушая приключения, Сполз с постели И на всякий случай Сжав в кулак Левую руку, Правый Сильно рванул дверь. К нему на плечо С размаху, Как громадная Мягкая кукла, Ничком Пал человек. От неожиданности Ганин едва Не ударил его, Но тотчас же Почувствовал, Что человек Валится на него Только потому, Что не в силах Стоять. Он отодвинул его К стене И нащупал свет. Перед ним, Опираясь головой О стену И ловя воздух Разинутым ртом, Стоял старик Подтягин, Босой, В длинной Ночной рубашке, Распахнутой На седой груди. Глаза его Беспенсны Обнаженные, Слепые, Не мигали, Лицо было Цвета сухой глины, Большой живот Горой ходил Под натянутым Полотном рубашки. Ганин сразу понял, Что старика Опять одолел Сердечный припадок. Он поддержал его И, Подтягин, Тяжко передвигая Сизые ноги, Добрался до кресла, Рухнул в него, Откинул серое, Вдруг вспотевшее лицо. Ганин сунул В кувшин полотенце И прижал Отяжелевшие Мокрые складки К голой груди Старика. Ему казалось, Что в этом Большом напряженном Теле Могут сейчас С резким хрустом Лопнуть все кости. И вдруг Подтягин передохнул, Со свистом Выпустил воздух. Это был Не просто вздох, А чудеснейшее Наслаждение, От которого Сразу оживились Его черты. Ганин, Поощрительно улыбаясь, Все прижимал К его телу Мокрое полотенце, Потирал ему Грудь, Бока. Лучше, Выдохнул старик. Сидите Совсем спокойно, Сказал Ганин. Сейчас все пройдет. Подтягин дышал И мычал, Шевеля крупными Кривыми пальцами Босых ног. Ганин прикрыл Его одеялом, Дал ему Выпить воды, Отворил пошире Окно. Не мог Дышать, С трудом Проговорил Подтягин. Не мог К вам Войти, Так ослаб. Один Не хотел Умирать. Сидите Смирно, Антон Сергеевич. Скорый день. Позовем доктора. Подтягин Медленно Потер Лоб Рукой, Задышал Ровнее. Миновало, Сказал он. На время Миновало. У меня Все капли Вышли, Потому Было Так Худо. И Капель Купим. Хотите Перебраться Ко мне На постель? Нет. Я Посижу И пойду К себе. Миновало. А Завтра Утром Отложим До пятницы, Сказал Ганя. Виза Не убежит. Подтягин Облизал Толстым Пупырчатым Языком Засохшие Губы. Меня Меня В Париже Давно Ждут Левушка, А у Племянницы Нет денег Выслать Мне На Дорогу. Эх, Ма! Ганин Сел На Поддоконник И Мельком Подумал, Я Так Сидел Совсем Недавно, Но Где? И Вдруг Вспомнил Цветную Глубину Беседки, Белый Откидной Столик, Дырку На Носке. Потушите Пожалуйста Свет Голубчик Попросил Подтягин Больно Глазам В Полутьме Все Показалось Очень Странным И Шум Первых Поездов И Эта Большая Седая Тень В Кресле И Блеск Пролитой Воды На Полу И Все Это Было Гораздо Таинственнее И Смутнее Той Бессмертной Действительности Которой Жил Ганин Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...